Форт, а именно фрагмент крепостной стены форта Александрия, долгое время был закрыт. Территория и сам дом купца Политеди, который впоследствии стал первой городской поликлиникой, был под замком. Попасть сюда было большой удачей. Все изменилось с весной этого года. Форт музифицировали. Теперь двери в творческую галерею открыты всем. Здесь свои проекты на суд зрителей выставляют художники, дизайнеры, скульпторы, музыканты. Сегодня новое арт-пространство Сочи заняли кукольники. Кукол здесь огромное множество. Веселые, грустные, забавные, милые, трогательные и эпатажные. Своих театральных кукол на фестивале презентует и известный сочинский кукольник Роман Соколовский. Приехали в Сочи и куклы, приобрести которые стараются коллекционеры из самых разных стран. Речь идет о работах художницы Анны Чапурной-Олейник. Почерком кукольницы считается своеобразное изображение животных. Сложные фактуры, тонкая детализация, игра световыми пятнами. Все это автор перенесла со своих полотен на кукол. Мне хотелось сделать куклу вот такой, как не бывает, как с седьмого неба. Ну вот какая кукла должна быть? Ну конечно кукла слон. Первая моя кукла была это слон, потом постучался носорог, потом лошадь. То есть это три животных, которые, вот именно что они, только они, вот трое воплощаются в куклах. Я не знаю почему, я не знаю. Мне кажется, я жду, что зритель сам мне объяснит. Может они помогут. Анна приехала из Белоруссии. Кукольница никогда не видела море, но всегда мечтала вдохнуть морской бриз. Одна из ее коллекций так и называется «Марина». Ее-то Анна и привезла на кукольный фестиваль в Сочи. Тему моря должны были раскрыть наряды героев. Это какие-то волны, это какой-то водопад, это какой-то прибой, отлив. Я только по ощущениям одевала их. Для меня вот одежда в куклах – это очень важно. Это часть концепции, часть продолжения какой-то идеи в кукле. Действительно, море такое. А это интерьерные куклы Натальи Олизок. Все герои сказочные. Многие из них, в том числе и бабушка Варвара, являются призерами различных фестивалей, в том числе и кукольного Оскара, фестиваля Пандора. Любимчиками зрителей являются и зайцы-кукольницы, один из которых стал лицом сочинской выставки. Она у меня такая солнечная, сочинская получилась девочка. Сделана из паперклея. Это такой пластик, который застывает на воздухе. Работа кропотливая, делается целый месяц. И все мои образы, они рождаются откуда-то извне. Сказать, откуда они приходят, мне очень сложно, к сожалению. Хочется поделиться с людьми вот этим счастьем. Объединить возможное с невозможным. Такое возможно только в куклах. Благодаря этому куклы ручной работы и становятся высокохудожественным произведением, отмечают кукольники. Цель просто показать людям, что кукла не только предмет для игры, что это предмет искусства, что в ней есть душа. Можно просто найти для себя что-то интересное. Кто-то захочет тоже заняться куклой, кто-то захочет приобрести ее себе. В городе Сочи таких кукол еще не было. Мы собрали очень интересную коллекцию. Мастера неповторимы. Все разные. И все со своей изюминкой. Все четыре дня фестиваля кукол в форте, помимо выставки кукол, будут проходить концерты симфонического оркестра, уличные ярмарки, а также спектакли сочинского и московского театра кукол. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.